Здравствуйте, мои маленькие друзья, мальчики и девочки! Я Олеся Клоунесса, ведущая детских праздников. И сегодня мы с вами будем читать перед сном очень интересную сказочную историю. Сказка, которую мы с вами сегодня прочтем, называется «Дворец из мороженого». Однажды в Болонии на самой главной площади построили дворец из мороженого. И ребята сбегали сюда со всех концов города, чтобы полакомиться хоть немножко. Крыша дворца была из сбитых сливок. Дым, что поднимался над трубами, из фигурного сахара, а сами трубы из сукатов. Все остальное было из мороженого. Двери из мороженого, стены из мороженого, мебель из мороженого. Один совсем маленький мальчик ухватился за ножку стола и стал уплетать ее. Потом он съел вторую ножку, третью, а когда расправился и с четвертой, то весь стол со всеми тарелками, а они были из самого лучшего шоколадного мороженого, упал прямо на него. А городской стражник заметил вдруг, что во дворце подтаивает одно окно. Стекла его из земляничного мороженого розовыми ручейками стекали вниз. «Бегите сюда, бегите сюда!» – позвал стражник ребят. Все прибежали и стали лизать розовые ручейки, чтобы ни одна капля не попала из этого поистине чудесного сооружения. «Кресло! Дайте мне кресло!» – взмолилась вдруг какая-то старушка, которая тоже пришла на площадь, но не могла просунуться в толпе. «Дайте кресло, бедные старушки! Помогите мне! Кресло и немножко, немножко мороженого и с ручками кресла!» Один очень отзывчивый пожарный сбегал во дворец и принес кресло из крем-брюле. И бедная старушка ужасно обрадовалась и принялась прежде всего облизывать ручки этого кресла. Да, это был действительно большой день в Болонии. Настоящий, настоящий праздник! По приказу докторов ни у кого даже не болели животики. И до сих пор, когда ребята просят купить вторую порцию мороженого, родители вздыхают. «Ах, дружок, тебе надо купить, наверное, целый дворец из мороженого, вроде того, что был в Болонии. Вот тогда ты, может быть, будешь доволен!» Ну что, мои маленькие друзья, сейчас осень и так много мороженого есть совсем не полезно. А сейчас садитесь поудобней, мы с вами будем смотреть мультфильм. А я с вами прощаюсь до завтра и желаю вам спокойной разноцветной ночи. Всего доброго, до свидания, пока!